МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Меня зовут Евгения Боровая. Вы смотрите новости из жизни российских соотечественников, проживающих за рубежом на телеканале Большая Азия. Сегодня в программе... Мария Захарова рассказала о выплатах россиянам, которые не могут вернуться на родину. Институт стран СНГ организовал международную конференцию память о Второй мировой войне и современная геополитика. Фестиваль «Русские сезоны» в Бельгии запустили в онлайн-формате. На платформе Московского международного салона образования обсудили цифровое продвижение русского языка за рубежом. Более 15 тысяч российских граждан, лишенных возможности вернуться на родину в связи с эпидемией коронавируса, получат финансовую помощь. Для этих целей правительство Российской Федерации выделило материальные средства в размере 1 миллиарда рублей. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она рассказала, какие проблемы возникали у пользователей при получении денег. Причины мы также называли, повторю их еще раз, речь идет о ошибках при заполнении, изначальных ошибках при заполнении, перезаполнении соответствующих графов на портале госуслуг, что приводило к задержке рассмотрения заявки. Другая проблема технологическая, связанная в том числе и с проводками денежных средств. Есть также и иные проблемы, с которыми мы надеемся оперативно, достаточно оперативно справиться. Выделяемые средства рассчитаны на оплату жилья, покупку еды и предметов первой необходимости. В том числе деньги понадобятся россиянам для продления срока действия виз и других документов для передвижения по территории страны пребывания. Институт стран СНГ и Российское информационное агентство Regnum провели международную онлайн-конференцию «Память о Второй мировой войне и современной геополитика». Основной темой дискуссии стала тема памяти о войне как объединяющем начале для народов бывшего Советского Союза. Также обсуждался вопрос, какие геополитические интересы стоят за пересмотром истории Второй мировой войны в западных странах. С приветственным докладом выступил первый зампредседателя Комитета Государственной Думы России по делам СНГ, Евразийской интеграции и связями с соотечественниками, руководитель Института стран СНГ Константин Затулин. По его словам, несколько десятков лет назад трудно было предположить, что современные политики на Западе будут возлагать на Советский Союз ответственность за развязывание войны. «Мы не можем себе позволить согласиться с тем, что утверждают эти резолюции, принятые, хочу отметить, подавляющим большинством голосов, той самой Европе, которая вроде бы, ну по крайней мере, частью должна быть благодарна за то, что расовая теория фюрера и он вместе с ней ушли в личность. Я бы при этом сказал, что ничего особо удивительного в том, что сталкиваются два подхода к одному и тому же прошлому, нет. И это, конечно же, связано прежде всего с национальными интересами, с той самой геополитикой, которая вынесена в заголовок нашей конференции». Свои доклады также представили ведущие эксперты из России, Приднестровья, Молдовы, Беларуси, Литвы и Латвии. Пандемия коронавируса нового типа и карантинные меры не стали препятствием для проведения фестиваля «Русские сезоны» в Бельгии. Об этом рассказали участники пресс-конференции, посвященной международной трансляции культурного проекта. Виртуальная встреча состоялась на платформе пресс-центра ТАСП. Руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова отметила, что в России рады проведению русских сезонов в Бельгии и Люксембурге. В этом необычном формате можно найти свои плюсы. Эта онлайн-система увеличивает аудиторию кратно, конечно. Поэтому здесь можно в будущем какое-то сочетание реального концерта и в то же время вот этого онлайн-трансляции. Я очень хочу от всей души поблагодарить Брюссельский центр искусств БОЗАР за то, что они так любезно согласились предоставить свою площадку и так активно сотрудничают с нами по всем направлениям. В этом году в рамках культурного проекта «Русские сезоны» зрители увидели концерты и театральные постановки Новосибирского государственного академического театра оперы и балета, симфонического оркестра Мариинского театра, русского народного хора имени Пятницкого и многих других прославленных коллективов России. На платформе Московского международного салона образования состоялся круглый стол «Цифровое образовательное пространство» как инструмент продвижения русского языка за рубежом. Организовали встречу Россотрудничества при участии Института русского языка имени Пушкина. Участники поговорили о том, как сохранить интерес учеников в условиях дистанционных занятий и каким должен быть образовательный контент, чтобы число желающих выучить русский язык росло. По словам руководителя Управления образования науки Россотрудничества Михаила Попова, гостям круглого стола также рассказали о проектах, реализованных при поддержке агентства в рамках федеральной программы «Кадры для цифровой экономики». Мы связались с Михаилом Сергеевичем по телефону. Мы подготовили в прошлом году большое количество контента по цифре и в этом году они оказались очень востребованы. Поэтому и эти проекты мы смотрели, мы смотрели, насколько они актуальны, насколько они заинтересованы в тех или иных странах, какой контингент смотрит его, занимается им и так далее. В финале участники встречи отметили, что нынешние условия стали мощным катализатором развития и внедрения готовых и совершенно новых продуктов в сфере дистанционного образования и управления. Мы рассказали вам самое важное. Еще больше новостей вы сможете найти на сайте бегазия.ру. Мы будем держать вас в курсе событий из жизни российских соотечественников, проживающих во всем мире. Меня зовут Евгения Боровая. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова